Всем привет, вы на канале Вульфи и Нитрич, меня зовут Вульфи, и сегодня мы играем в Black Desert Mobile. Хочу поделиться своими тестами, которые я проводила больше двух недель вместе со своей гильдией, по поводу рун, которые называются Ааль, Ахив, Лабриф и Селот. Я их называю рунами, поэтому просто привыкни к этому понятию, я так приучилась, и надеюсь, ты будешь понимать, что если говорю руна, то речь именно вот об этом. Поскольку нет нигде точной информации, сколько дается бонусов, как конкретно работают эти руны, есть просто обычные описания, да? Ааль, увеличение урона от навыков, Ахив, дополнительный урон с определенной вероятностью при атаке, Лабриф, увеличение шанс крит удара, и Селот, увеличение количества объектов атаки. Все довольно размыто, непонятно, никакой конкретики, и, например, что лучше? Вот у нас есть скиллы, в которых мы должны выбрать один из двух предложенных вариантов, и какой из них выбрать, очень часто непонятно, и просто тыкается все на ощупь. О, крит, ну давай крит, а может быть урон лучше? Ну, может и урон. А что значит доп-атака? О, доп-атака, это же классно. И вот как-то так многие делают свои выборы. Что я сделала? Давай я сначала объясню, как я готовилась к этому, то есть какого персонажа создала, каким скиллом я это все дело проводила, и что конкретно я делала с персонажем. Потом я тебе покажу цифры и наглядно объясню свои выводы, к которым я пришла. Если вдруг сложно для тебя вот эти все цифры, ты не хочешь тратить время на эту ненужную аргументацию, ты просто веришь моему слову, либо хочешь проверить, совпадают твои выводы с моими, то вот тайминг. Переходи. Я не обижусь, я понимаю цифры не для всех. Но я как бы подготовилась, я очень люблю вот эту всю штуку собирать, и готова показать тебе свои замеры, объяснить свои выводы, и, возможно, где-то я, например, сделала неправильные выводы, ты меня поправишь, глядя на цифры, да, либо же дополнишь своими тестами. Поехали. Ааль. Увеличение урона от навыка. Поскольку я играю на Валькирии, я тестила, соответственно, Валькирии. С помощью всех возможных способов, это печать магии, это камни инкрустации, это реликвия, это плиты, я разгоняла Аальды 40% и наносила 50 ударов бедной лучнице скиллом световой разрез. Этот скилл наносит сразу два удара. И вот я их суммировала. Когда выскакивал Крит, то над головой просто появлялась надпись критиков. Сама цифра Крита не обозначена. Но у моего персонажа Крит разогнан на 153%. То есть мы просто число умножаем на 1,5 и получаем то число, которое было получено персонажем. Это все 100%, потому что несколько ударов мы записывали глазами того, кого я избивала. То есть он просто записывал, сколько хп у него осталось, и мы так вычитали. И я поняла, что вот, например, в данном случае у нас идет урон 372 и Критикал. И урон, который получил персонаж, был равен как раз таки вот этому. Поэтому эти же 372 умножаем на 1,5 и получаем число, сколько урона я нанесла. Естественно, где-то я могла записать неправильную цифру. Например, не 389, а 388 было. Но вот эти единицы, они не слишком уж важны, да? Поскольку мы будем высчитывать с тобой как бы не ровное число нам нужно, а просто понять, какая тенденция, как конкретная руна влияет на скилл, на урон. И вот в нашем случае я тестила 40% Ааль. Потом просто я отключала, снимала эту руну, и у меня скилл был без руны. Но при этом Ааль оставался разогнанным до 40%. Вот такой вот был урон. Видишь, 244, 251, 256. Дальше я полностью обнулила Ааль, то есть переставила как раз на следующий тест. И пришлось поменять бижутерию, поскольку бижутерия при заточке свыше 4, по-моему, там она дает бонус к стихиям. И, соответственно, мне пришлось одеть бижутерию неточенную, у меня снизилась атака. Но при этом вот видно, что особо разница, вот она, 251, 260, а здесь вот такие цифры. То есть понятно, что здесь у меня упала атака, поэтому здесь числа будут меньше. Но в целом видно, что разница между включенным и выключенным есть. Дальше я потестила Ааль включенный на 0% и Ааль выключенный, но тоже с разогнанным 0%. Цифры оказались примерно в тех же диапазонах, просто я их не записала, но я точно то же самое тестила и на другие. И на Ахив, на Лабриф. Поэтому просто примем как факт, что выключенный Ааль и Ааль 0% это равносильно. То есть то же самое, никаких дополнительных бонусов нет. И вот я высчитала сумму, сколько в сумме мы нанесли урона за 50 ударов. То есть вот при 40% у нас 41 тысяча урона, при 0% 27 почти тысяч урона. Так, вот это вот не нужно, непонятная цифра, удалила их. И получается, что урон с помощью руны Ааль вырос на 52%. Понятное дело, что 50 ударов это не то количество, на которое стоит прям вот опираться, что это дает тебе чистейший результат, прям вот красотейшую истинную картину. Нет, чтобы получить прям досконально точную цифру, нужно делать тысячи ударов, две тысячи, десять тысяч, для того, чтобы снизить вот эту погрешность. Но у нас цель не сделать идеальное число, а просто понять, как это работает. Руна Ааль, вывод, увеличивает урон примерно вот на 52%. Хотя, по идее, разработчиками было продумано, что на 40%. По идее. Дальше. Руна Ахив. Тестила я двумя скиллами, для того, чтобы потом сравнить их между собой. Вот, например, у светового разреза, который я только что тебе показала у руны Ааль, у нее, у этого же светового разреза, выбор Ахив. Ахив это дополнительный урон с определенной вероятностью при атаке. И здесь все работает как? Те же самых два удара. То же самое с критом, без крита, два крита, один крит. И может сработать дополнительный урон. И он, как видишь, меньше. То есть, если у нас средний урон обычно идет, это 300+, то урон дополнительной атаки 225. 220. 221. Вот, как видишь, 217. 230. То есть, 200 с хвостиком. И, естественно, при выключенной руне эти дополнительные атаки просто не происходят. Но, обрати внимание, что у нас падает с выключенной руной, падает урон. Здесь я просто выключила. То есть, я никакую бижутерию не меняла. У меня осталось те же 40% Ахива, но я руну сняла. И вот у нас получается, что здесь у нас идет 300-308, а здесь 220-219. Видишь? То есть, сама руна, мало того, что дает конкретный бонус, она еще и дает просто плюс к силе скилла. То есть, в любом случае, даже если ты не знаешь, какой скилл выбрать, ты вслепую выбираешь любой, ты уже получаешь бонус. Дальше. Я здесь посчитала еще количество критов. И, удивительно, но количество критов совпало. То есть, в принципе, 50 ударов показало, что статистика идет более-менее равномерно. И теперь смотри. Общая сумма урона, которую мы нанесли цели при Ахив 40%, равно 38 тысяч. Напомню, что при Ааль 40% 41 тысяча. При величине урона в 300 урона, вот эти вот 3000, это 10 ударов за счет вот этого увеличения. Дальше. Второй скилл, которым я тестила Ахив, это Небесная кара. Здесь тоже два удара идет обычно. И, в принципе, вот по той же схеме урон получается такой же 330-324 в пределах 300. И сила дополнительного удара 239. Тоже все это примерно одинаково. То есть, 200 с хвостиком и 300 с чем-то это обычный удар. И вот при 40%, то есть здесь я не посчитала, здесь вот я посчитала, при 40% Ахив 9 раз сработало и с 50 дополнительный этот урон выскочил. При выключенной опять та же картина. Средний урон у нас падает, причем на 100 урона. И не выскакивает дополнительный урон. Что подтверждает опять-таки, что включать руну нужно в любом случае. Любую просто включить и уже урон вырастает. И причем вырастает он, как видишь, 39 тысяч у нас здесь получилось. А здесь 27 тысяч. При том, что даже здесь на 3 раза чаще сработал крит. Также вот я сделала то же самое, сделав 0% Ахива. Включенный и выключенный. Как видишь, в среднем здесь вот то же самое. Вот 214-213. Я специально здесь сами цифры не считала. Конечную сумму, да, сколько я нанесла урона. Просто, чтобы было понятно. Также вот и здесь у Ахива я точно так же здесь не считала, чтобы было видно наглядно, что урон, он примерно одинаковый. Но, обрати внимание, что с 0% сила вот этого скилла, она отличается меньше, чем когда у тебя 40%. То есть здесь она отличается на 100, а здесь всего лишь на 50. Ну, плюс-минус. Тоже какая-то своя отдельная формула. Дальше. У этого же скилла Небесная кара. Есть выбор руны Лабриф. И вот по ней статистика. Я так же посчитала. Вот так же урон просто 300 с чем-то. Криты выскакивают. И вот Лабриф на у нас дает шанс крит удара. То есть с какой вероятностью сработает вот эта вот циферка критикал выскочит над головой. И подытожили. 42 раза с включенным 40% Лабриф и 33 раза с выключенным. И вот эти 40% Лабрифа нам дают плюс 21,5% криту. К шансу крита. При этом отмечу, что шанс крит удара самого персонажа я разгоняла до максимума. То есть, чтобы не было вот этого разброса за счет того, что у меня там не хватает шанс крита. Да, вот я максимум там разогнала. И теперь работает только бонус от Лабрифа. Тот же схему я сделала и с нулем процентов, и выключенным при нуле. Тоже, как видишь, цифры особо не меняются. В итоге, за все время, за счет вот этих вот проведенных критов, у нас было нанесено 41 тысячу с половиной удара. ХПшечки, да? А без Лабрифа 30 тысяч. Ну и последнее. Поскольку у Валькирии скилл, на котором есть Ааль и Лабриф, это удар бросок щитом. У него сразу идет 3 или 4 удара. То есть, уследить за всеми цифрами, за всеми критами, за всеми вот этими изменениями очень сложно. Поэтому мне пришлось перекинуть шмот на воина. Слава богу, оружие подошло с Валькирии. Я просто у воина разогнала Аали Лабриф до 40% и побила одним и тем же скиллом. Вот он этот скилл. И у него идет 1 урон. То есть, он кастует долго, бабахает сразу больно, но при этом бабахает в 2 раза больше и 1 раз. И вот что получилось. Как видишь, урон Ааля заметно выше. Не намного, но выше. При этом смотри. При вот этом скилле, да, небесная кара у Валькирии, у нас было 33 с выключенным. И 42 с включенным Лабрифом. А здесь с включенным 16, выключенным 12. Вот я посчитала и у нас получились в принципе те же 25%. То есть, все работает примерно, мы доказали, что вот они есть, шанс крита вырастает примерно на 20 плюс процентов. Но при этом урон, как видишь, у Ааля оказался больше, несмотря на то, что здесь было на 4 раза чаще критануло. И вот я сделала отдельную табличку, свела для тебя специально, чтобы было понятней, да. Прямо-таки наглядно для тех, кто совсем-совсем-совсем запутался в этом всем. Например, скилл, у которого есть выбор между Ааль и Ахиф, имеет разницу в уроне вот такую, с пользу Ахиф. Скилл, у которого есть выбор между Ахиф и Лабриф, имеет вот такую разницу в уроне, с пользу Лабриф. И если сравнивать скилл, у которого есть Ааль и Лабриф, то здесь побеждает Ааль. Выводы у меня такие. Где больше в сумме урона, ту руну им стоит выбирать. Но, все зависит еще и от ситуации. Если, например, ты на арену ходишь, то у тебя нет времени вносить долго урон. Тебе нужно как можно быстрее критануть. То есть, разогнать крит так, чтобы он срабатывал чаще. Пусть в сумме ты нанесешь меньше урона, но зато в конкретную цель ты попадешь чаще критом, и, возможно, это спасет вашу команду. Но если же ты стоишь на фарме, то, естественно, между Лабриф и Ааль я буду выбирать Ааль. При этом Ахиф для меня совершенно бесполезен. Он себя проявил очень, ну, странно, непонятно и бесполезно. Да, вот, повторюсь, да, бесполезно. Ты спросишь, а что же Селец? Что он дает? Вот, почему по нему нет никаких тестов? Все просто. И я таки не поняла, как он работает. Вот, смотри, у меня есть скил, которым я вот без него, да, без включенного Селета бью мобов. Вот, у меня три таргета попадают, четыре таргета попадают. Все зависит от того, попадают ли они вот по траектории действия скилла. Когда я включаю его, то значительного увеличения таргетов я не вижу. Возможно, проблема в том, что у скилла и так, в принципе, мало таргетов, да, то есть там, даже если взять 40% от трех, это плюс один таргет, и заметить сложно. Возможно, стоило взять скилл, у которого АОЕшный урон на большее количество целей, но я не представляю, как мне затестить конкретный урон, сколько целей и так далее. Если у тебя есть идеи, предлагай их в комментариях, давай вместе скооперируемся, если тебе это интересно, подумаем, как это дело затестить, и, собственно, затестим. Я всегда за такой движ, мне это интересно, и готова даже вложить серебришко нафармленное в эти все тесты. К слову, я для того, чтобы все эти камни-руны переставлять туда-сюда, потратила 600 черного жемчуга и порядка 100 миллионов. Ммм, дорогой видосик. Так что я надеюсь, что лайк ты мне поставишь, и мои затраты не пройдут даром. В общем, все, что я хотела рассказать, вот оно. Да, много текста, много информации, но выводы вот такие. Если ты с ними согласен, если не согласен, если ты не тестил сам, но очень было интересно, обязательно пиши об этом в комментариях, делись видосиком с друзьями, и предлагай, что еще можно потестить, ну, такого, ну, реального для меня, да, в игрушке. Что, может быть, там замерить, не знаю, сходить там в какой-нибудь Патрицию, где-нибудь спот какой-нибудь. Какие еще замеры сделать? У меня пока, например, идей нет. Приходи на стрим по понедельникам, подписывайся на канал, если еще не подписан, нажимай колокольчик, чтобы не пропускать никакие видосы, заходи в группу ВКонтакте, в Дискорд, и подавай заявку в гильдию, если играешь на сервере Велия Европейского региона. Удачи тебе в фарме, удачи тебе в заточке, до встречи на просторах игры, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok